Проректоры Узбекистана продолжают повышать квалификацию. Для нас было тоже очень важным увидеть структуру, организацию, самое главное, работу управления инновационного развития. На что способна униклиника Казанского университета? Вообще ничего не чувствовал, даже голами не чувствовал. Я даже не знал, что у меня столько там есть. Аллергия на пыльцо? Есть выход. Эта лента в дальнейшем используется для приготовления препаратов, которые, соответственно, анализируются, и мы можем уже сказать, что там находится, какие-то типа пыльцы. Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Карины Саеховы. Сегодня, 22 июня, день памяти и скорби. 20 тысяч свечей зажгли в Парке Победы. Так казанцы почтили память героев войны. Участие в акции приняла и делегация Казанского федерального университета. В канун событий граждане выложили с зажженными свечами изображение советских солдат, гвардейского миномета «Катюша» и бомбардировщика «По-2», производившегося в Казани. Всего на акцию «Огненная картина войны» ушла пара десятков тысяч свечей. Достойный подарок городу трудовой доблести. В Казанском федеральном университете продолжаются курсы повышения квалификации для проректоров по научной работе и инновациям вузов Республики Узбекистан. Все подробности смотрите далее. В Казанском университете продолжается программа повышения квалификации для проректоров вузов Республики Узбекистан. Университет посетила уже вторая делегация. Программа у них точно такая же, как у первой группы. Уже получили первую обратную связь от первого потока. Причем такая связь сейчас серьезная. С нами связался, вышла на связь, министр инновации этой республики и сказал, что они сейчас прорабатывают вопрос и будут с нами обсуждать о создании большой совместной программы международной по запуску проекта студенческо-технологического предпринимательства в Республике Узбекистан для всех университетов. И поэтому, по крайней мере, сейчас мы получили предложение поучаствовать в этой программе как разработчик, как основной ее организатор. Напомним, что первая группа проректоров узбекских вузов пришла стажировку в Казанском федеральном университете с 25 мая по 6 июня. Удостоверение о повышении квалификации по программе, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности получили 10 человек. Вторая группа приехала 9 июня. Наладили контакты, нашли точки соприкосновения. Я думаю, пришло время, когда надо сотрудничать. Для нас было тоже очень важным увидеть структуру, организацию и, самое главное, работу управления инновационного развития. Казанский университет сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Узбекистана. Основной формой взаимодействия является реализация совместных образовательных программ. Екатерина Аскарова, Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Директор химического института Казанского федерального университета Марат Зиганшин дал свой комментарий по поводу совещания Минпромторга Республики Татарстан и Татнефтехиминвестхолдинг. Подробности далее. В рамках совещания с участием Минпромторга Республики Татарстан и акционерного общества Татнефтехиминвестхолдинг состоялось обсуждение развития молотонажной химии в Республике Татарстан. Доктор химических наук Марат Зиганшин рассказал подробнее о развитии данного направления. По итогам вот этого совещания было принято решение о том, что сейчас будет сформирован пул неких запросов проблемных соединений от всех предприятий для того, чтобы уже на уровне руководства, видимо, Республики страны было принято решение о возможности поддержки, скажем, инициативных групп, которые могли бы взяться за развитие вот таких молотонажных, даже микротонажных, если мы говорим о десятках тонн всего лишь в год производства. На собрании была также озвучена проблема недостатка реагентов, которая, как выяснилось, необходимо найти в ближайшее время, либо заменить логистические цепочки их приобретения. Например, переинтересоваться на Азию, либо создавать у себя. Большой интерес, конечно же, у всех вызвал вопрос о возможности развития вот такой молотонажного, микротонажного производства химических реагентов уже у нас на территории Федерации. Также Марат Деганшин затронул тему перспективы нефтехимической области в Республике Татарстан. По словам директора химического института в Казанском федеральном университете, есть группа, которая занимается разработками в этой сфере. Оно объединяет студентов институтов химии, геологии и нефтегазовых технологий. Виктория Козырева, Александр Кузнецов, Универньюс. Камни, аденомопростаты, опухоли – все это не только лечат в университетской клинике Казанского университета. Подробности далее. До обращения в университетскую клинику Казанского университета Валерий Емелин и не подозревал, что у него аденома предстательна железы больших размеров и камни в мочевом пузыре. Когда делали операцию, Руслан Борисович, он сначала сделал простату у меня аденома, а потом уже вычищал эти камни, как он сказал, выгребал ложкой. 260 с лишним камней у меня было. Вообще ничего не чувствовал, даже гром не чувствовал. Я даже не знал, что у меня столько там есть. Когда он мне показал после операции, я просто не поверил. На сегодняшний день Валерий чувствует себя отлично. Практически ничего не болит, врачи обещают скорую выписку. Уже 25 лет врачи университетской клиники занимаются оказанием неотложной урологической помощи жителям города Казани, республики Татарстана и регионов России. Основная часть нашей работы – это, конечно, лечение мочекаменной болезни. Для лечения мочекаменной болезни у нас есть весь спектр оборудования, которое используется у нас. Недавно, буквально на днях, к нам поступило оборудование для проведения дистанционной литрепсии. Оно монтируется. И через несколько месяцев мы сможем оказывать операции и лечение по поводу мочекаменной болезни в полном цикле. То есть на весь завершающий круг лечения. При помощи метода дистанционной литрепсии врачи смогут дробить камни в мочеподелительной системе посредством воздействия на них ударно-волновых волн направленного действия. Второе преимущество метода – операция бескровная, малоинвазивная, без нарушения целостных кожных покровов и практически безболезненная. После дистанционной литрепсии пациенту не требуется госпитализация. Он сразу может пойти домой. Большинство пациентов поступает в урологическое отделение в неотложном порядке, по скорой медицинской помощи, которые никогда не догадывались о том, что у них мочекаменная болезнь. Выбор операции, он всегда, как мы исходим из дообследования, решаем вопрос по размеру локализации камня, по его плотности, химической структуре. Создаем некий внутренний врачебный консилиум с коллегами. И принимаем решение, что предложить пациенту, что будет для него наиболее оптимальным, после какой операции он быстрее всего восстановится, легче всего перенесет, и какая операция будет наиболее радикальна для него. К сожалению, мочекаменная болезнь – это нарушение обмена веществ. Есть категория пациентов, которые регулярно обращаются в клинику за медицинской помощью. По статистике, если человек заболел мочекаменной болезнью один раз, то с вероятностью в 50%, что он заболеет вновь. Рекомендации врачей остаются прежними – следить за своим здоровьем и своевременно обращаться к врачам за медицинской помощью. В Казанском федеральном университете расширят функционал сервиса для людей с аллергией на пыльцу растений под названием «Полон Ла». Ожидается создание аналога итальянской пыльцевой ловушки «Ланзони», но с некоторыми модификациями. Подробности в сюжете. Устройство, позволяющее в прямом смысле поймать пыльцу, поможет тщательно изучать ее в дальнейшем. Пыльцевые ловушки могут применяться в сельском хозяйстве или при анализе так называемого пыльцевого дождя. Например, можно узнать, какие виды пыльцы находятся в атмосфере и как следствие, каковы риски возникновения аллергических заболеваний. Об этом рассказывает автор проекта Булат Вагапов. То есть это аппарат, который всасывает в себя воздух, и все, что, соответственно, находится в составе атмосферы, агрегируется на ленту, которая там тоже внутри находится. Эта лента в дальнейшем используется для приготовления препаратов, которые, соответственно, анализируются, и мы можем уже сказать, что там находится, какие типы пыльцы. Как отмечает Булат Вагапов, на сегодняшний день итальянская пыльцевая ловушка «Ланзони» труднодоступна для российских регионов. Также она отличается высокой стоимостью. Тем временем в Казанском федеральном университете создают аналог из более доступных материалов. Вот основные наши плюсы – это ремонтопригодность, дешевизна и малые размеры. В идеале устройство будет выглядеть по размерам с сопоставимым с яндекс-станцией. То есть достаточно небольшое устройство, наверное, сантиметров 90 в высоту и около 30-40 сантиметров в диаметре. На данный момент пыльцевая ловушка находится на стадии разработки. В качестве рабочей модели устройство планируют распечатать на 3D-принтере. В дальнейшем прототип разработки будет представлен на одном из научных мероприятий, который состоится в Москве в этом году. Диана Шеленкова, Фаридзе Хитаглы, Универньюс. Корпорация «Туризм РФ» совместно с правительством Республики Татарстан анонсировала грандиозный план развития туристической инфраструктуры в городе Лаишево. Какие инновации ожидаются в ближайшие годы, все подробности выясняла Валерия Гарнышева. Впервые об изменениях облика Камского побережья стало известно в марте этого года. Тогда корпорация «Туризм РФ» совместно с правительством Республики Татарстан включила Лаишево в список перспективных территорий для развития туризма. Проект курорта на берегу Куйбышевского водохранилища накануне презентовали на конференции по туристическому развитию Татарстана. В настоящий момент указаний будет реализован проект Большого Хаба в Лаишевском районе. Это очень обширная функциональная программа, которая совместна Республикой Татарстан. Это предполагает большую территорию, освоение уже существующим объектам, которые там расположены. Конечно же, функциональная программа очень обширная и интересная. И можно заметить, каким образом это влияет на развитие туристических особенностей Татарстана. Согласно разработанному «Туризм РФ» проекту, благоустроенная территория будет достигать 311 гектаров. В данный момент разработчики устанавливают сотрудничество с местными инвесторами. Выдвигаются предложения по объектам, которые смогут расположиться на преображенной местности. Я предполагаю, наверное, мне докажется, что, вероятно, это станет одним из таких крупнейших центров реализации. И в Татарстане огромное количество очень красивых мест, которые можно будет также использовать для подобного рода объектов. В Татарстане очень популярны и активны, и сейчас они занимаются. План предусматривает несколько гостиниц, рестораны, глэмпинги, а также специально оборудованную гавань для яхт. Также отдельные инновации затронут поселок Семрук, построенный для съемок сериала «Зулиха» открывает глаза. Туристов ждут всесезонные развлечения внутри кинодекораций. Валерия Гарнышева, Александр Кунизанцов, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска вы сможете найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч.